Вы учились в еврейской школе в Мерополе? Да. Пять классов закончил, а потом закрыли еврейскую школу в 1939 году, и я перешел в украинскую. А что из себя представляло еврейская школа? Ну, еврейская школа однотажное здание, и много классов, и там еврейские учителя, и все на еврейском языке. То есть все было на идуше? Все на идуше, да. Что там изучали? Чем она отличалась, кроме того, что было на идуше, и чем отличалась от украинской школы? Так мы изучали там идуше, изучали украинский язык, и русский язык, и немецкий язык. Вот, это все мы изучали. Я даже помню, преподаватель арифметики нам сказал, что что такое плюс, и что такое минус. Кто мне скажет, что такое плюс, и что такое минус? Да. Вот и у нашего спрашивают, кто мне скажет, я там ставлю пятерку, и никто не ответит. Так он нам сказал, что плюс, это когда у тебя есть пять рублей, а минус, когда у тебя нет ничего. Вот это значит плюс, вот это да. Ну а снова экономики. Это да. Вот это еврейская школа, а рядом, недалеко, была украинская школа. И вот когда закрыли эту еврейскую школу, я перешел в украинскую. Видите, а Леня, он учился с вами? Тоже в этой школе? Нет, в другом, в другом классе. В этой, я даже не помню. Да, конечно, мы, да, в этой школе только, наверное, меньше на год, кажется, в четвертую, я был пятую, а в четвертую. А Миша, Мия, он учился тоже, он был на несколько классов ниже, или он сразу пошел в украинскую? Миша, Миша, мой брат, я помню, он тоже немножко по-еврейски, два класса на школу. Ага, ну, на Ивиш он говорил? Да. Он очень хорошо говорил на Ивишу, я не знаю, как... Да, потому что мы дома развивали, брат Ивиш. Да? Да, он два, или он был младше меня, он с тридцат, я на четыре года. Значит, я был в пятом, он был два класса. Угу. Понятно. А в семье бабушки, что она из себя представляет? Как был быт повседневный? Ну, она уже была пожилая бабушка. Но, очевидно... Ну, это по словам моей бабушки, Соня, ей было на момент сорок первого года где-то сто, в районе сто лет, как говорила. Я знаю, что она была уже старенькая, она была очень такая красивая, она такая... Вот это вот она мне тогда носила вот это вот и... Смотрите, а вот у нее были сестры, у бабушки Риски были сестры, которые уехали в Америку. И они до тридцатых годов присылали доллары. Вам что-нибудь об этом известно? Да, известно, присылали доллары, отец получал доллары и его забрали в тюрьму. И он должен был эти доллары отдать. То есть за это его забрали тогда? Да. Да. Какой это год был? Доллары это было где-то... Тридцать третий год, естественно. Был голодомор тогда, был голод, и забирали, кто получал из Америки, его арестовали, это я помню. А вы имена знаете? И сестер? Нет. Имена сестер, да? Да. Я знаю Сонину маму, Фрейду. Елик, это его отец. Ну а потом уже из Барановки, это там была тоже сестра, сестра их где? Чья? Фрейду, по-моему Фрейду. Фрейду... Это Сонина мама. Да, 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 но она сестра вашего папы, Иосифа. Иосифа? Да. То есть у них была еще одна сестра в Барановке? Да. Как ее звали? Я не помню. Окей. А сколько еще у них было братьев и сестер? У меня была еще одна сестра, старшая. У Фрейду и Иосифа? У них были еще сестры, помимо той, что жила в Барановке? Нет. Нет? Нет. А еще родственники вот со стороны вашей бабушки Ривки или Исрая или ее мужа? Нет. А со стороны вашей мамы? Сестра моей мамы, я знаю, были, тоже в Америку уехали. И сестра была у нее в Москве, она жила. Да. Одна и сестра, недавно была, больше сто лет жила. Курила? Да. Сто лет жила. Очень красивая. Она приехала в Москву, она была замужем. Ее муж был начальник главного отдела министерства СССР. У него была сестра у моей мамы. А моя мама, наверное, была из родов врачей. Да? Да. Потому что она рассказывала, что ее дедушка или ее отец или дедушка в местечке был врачом. И вроде анекдот или правда, она мне рассказывала, интересно, что этот врач один умер, и в местечке не было врачей, а у врача был сын. И вот врача нету, а для кого-то заболела голова. А уже приходили к сыну как-то. А сын сидит и думает, этот больной сидит. А! И выписывает головной болью. Тот уже пришел к другому соседу, рассказал, я был у него, и он мне помогал, а второй заболел живот. Опять второй к нему пришел, он сидит. А! И написал ему живот в таблетке. И так он стал врачом в местечке. Было бы забавно, если бы он выписывал всем одно и то же. Нет, нет. Но все-таки отец был врач, и он что-то знал, наверное, подслушивался. У нас, между прочим, врачи тоже тут одинаково подсчитают. Голова болит, талинол. Ну да. Да. Так что там в местечке в то время тоже таблеточки. А как вот бабушка Соня попала в аптеку? Да. А когда кончил технику. Да? Где? Ну, я не помню в каком городе, но она с нашего местечка поехала, кончил. А потом в нашем местечке она работала заведующей аптекой. В Мирополе? В Мирополе. Большая была аптека. Большое местечко, много евреев, и большое местечко было. Интересно было. Это детство никогда не забудется. А чем ее родители занимались? Его отец работал в магазине, а мама была домохозяйкой. В магазине чего? Он был продавцом? Да, продавцом. Ну или свой магазинчик там был. Ну там непонятно, потому что... На вокзале он был там. Ага, на вокзале? Да, у нас был вокзал небольшая, станция Мирополь. И там он работал тихий такой был, спокойный такой. Редко его видели, он все время был на работе. Бабушка рассказывала, что вот у него был талос, который он одевал по субботам. У него был талос, усы. Да, на его очереди такой. На его очереди. Модный такой получается. Много со временем. А что я хотел спросить еще? Ты смеешься. Что было до революции? Вы знаете по рассказам? Нет. 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 Я даже не знаю как фамилии бабушки. Ривки. Да, не знаю фамилии. Потому что, кстати, он интересовался бабушкой и бабушке. Много? А семья моего дедушки? Миша? Ну вот, значит, твоей бабушке, маму Фрейду. Ну и ее муж и Леня. Да. Вот это было так. То есть они жили и... Мы жили. И Леня и моя бабушка жили у ее родителей. Получается, да? У нас был дом на две половины. А, понятно. То есть был дом... С одной стороны жила твоя бабушка, а с другой стороны жили... А адрес помните? Адрес я не помню. Если просто где-то было, но адрес я не помню. Понятно. Там улица вообще... Не помню. А вы помните свадьбу бабушкину? Моей бабушки? Да. Да. Был у них дома. И Миша, ее муж... Я помню, и мой отец очень такой... Был веселый. Помню эту свадьбу. Расскажите нам про нее. Ну и что тебе рассказывать? Я знаю, еврейская свадьба очень веселая бывает. Вот дядь Миша, например, помнил, что... Как он там танцевал на столе. Да. Разобрался на стол, танцевал, да? Да. То есть ему сколько было? Это был тридцать седьмой год, по-моему, да? То есть это был тридцать шестой, тридцать седьмой год? Где-то тогда он... Да, да. Очень веселые еврейские свадьбы бывают. Клэзморская музыка. А кто играл? Клэзмор. Клэзмор. Догласили? Ну, вот это, барабанчик. Потом... Очень... И потом, после свадьбы, всех... Клэзмор отправляли с музыкой прямо к себе домой. Каждую семью в отдельности. Ага. Это я помню. Хорошо, как это было. Семья Миши, дедушки моего. Вы ее помните? Вы ее знали? Да. Там было много братьев. Там было, по-моему, пять братьев и две сестры. Пять братьев, я помню. Миша, потом Борис был, потом Бузя была. Это младшая броня, да, Маша. Ага. Был Матвей. Матвей. Веселые ребята такие вот все. Давайте попробуем вспомнить имена братьев. Две сестры это Клара. И Бузя. И Буся. Клара это мама дяди Яши. Гульмана. Это мама Яши Гульмана. Она вышла замуж за Матвея Гульмана. В Барановке. И, по-моему, они жили в Барановке. Если я не ошибаюсь. Я это не помню. Я больше знаю со стороны отца моего. А со стороны... Хорошо. А давайте попробуем все-таки. У нас получается Борис, Матвей, Миша, Моисей. То есть это мой дедушка. Да. Да. И было еще два брата. Вот этих вот двух братьев у нас нету имен. Не помню. И некого спросили. Ну никто не... Не важно. Попробуйте. Может где-нибудь есть записи. Потому что у нас фотографий, по-моему, тоже нету. Есть одна фотография у сына... То есть брони. Уси. Есть одна фотография Матвея, по-моему. Вот. Хорошо. Со стороны вашего папы Иосифа. А что упало из повседневной жизни? Вы говорите, что у вас были книги на Идыше. Там были взрослые книги, детские книги. Шалам алейхам. Шалам алейхам. Шалам алейхам. Все эти... У меня и тут есть шалам алейхам. А что вам нравится в шалам алейхам? Все нравится. Вы на Идыше его читаете? Да. Да. Облуждающие звезды. Мальчик Мотл. Мне хорошо. Я сирота. И такие рассказы. Теви Молочник. Ну, Теви Молочник это такая очень романтическая. Да. Облуждающие звезды. Это что-то такое. Тоже про местечко, как его. Ну вот, если вы к нам приедете, мы можем с вами пройти по местам. Вот, помните, во второй части Мальчика Мотла, когда они приехали в Нью-Йорк. Вот он там описывает, где они жили, где у них была вот эта вот лавка, которую его брат открыл. Вот эти места еще существуют. Так что можно там пройти. Да. Можно там погулять. Ой, я всегда смею. Какие у него истории. Я всегда смею. У меня смех от этих его рассказов. А что вам больше всего нравится там? Все нравится. Мне все нравится. Особенно вот эти еврейские вот эти истории, как он написывает, как эти свадьбы. Я тебе рассказываю, как это. Он рассказывал про свою автобиографию, когда его надели на работу к одному еврейскому мальчику, богачи. И отец сказал, ты будешь у нас работать, если ты будешь учить моего сына хорошо русскому языку и будешь его учить. Ну, этот учитель пришел к этому мальчику, к этому богачу в городе Лоев был такой, в мастерске или городе. И сыночек им сказал учителю, если ты хочешь у нас работать, ты будешь делать то, что я тебе говорю. И он плюнул в потолок и говорит, плюнь в потолок. И он рассказывает сказку. Что он рассказывал, что он интересный про… Когда он был у него учителем у этого мальчика, а в другом местечку у богача был другой учитель. И когда познакомили этого мальчика с этой девушкой, они уже стали взрослые, свадьба должна была быть, он вышел в коридор как урлить, и тот учитель говорит, корова. Что он говорит, кто корова? Он говорит, невеста, говорит, корова. Как корова? Я же читал ее письма. Такие умные письма, как это может быть? Он говорит, ее письма, это же мои письма. А Шелла Малаихам говорит, а тот говорит, он дурак этот. Он говорит, я читал его письма. Он говорит, это не его письма, а мои письма. и вот два учителя встретились и разговаривали а вот там мэндал и моих моих спорим у вас был я читал его книги но я уже забыл я же его истории его он большой был писатель но я уже не помню сейчас начали переводить а делать начали новые переводы и мэнда вы тоже перевели сейчас делали новые более точные переводы на русский шалом алейхана вот это же издательство сделала там детские книжки на и дыше детский мир вот была такая книжка на и на и дыше кин киндервейт я жил на улице мэндал мэй хэсфорим в израиле в городе раховите а потом лейбуш перец был такой еще да да квитко квитко да лейб квитко сколько ты прожил в израиле 20 лет 20 лет так ты иврид хорошо знаю знаю и и дыша не знаю и дыша не знаю я знаю хорошо так давай тогда делаем останавливаем